Добрый вечер, Гомель. Меня зовут Наталья Волынец. Я приглашаю всех провести ближайший час в прямом эфире вместе с нами с программой «Добрый вечер, Гомель». Напоминаю, телефон прямого эфира 342243, ну и, как обычно, по пятницам. Конечно же, мы строим планы на ближайшие выходные дни. И вот, несмотря на жару, хотелось бы, наверное, рассказать о том, как можно отдохнуть в эти знойные дни интересно, увлекательно, познавательно всей семьёй. Очень интересно, дорогие друзья, как вы отдыхаете, какой вид отдыха ближе всего вам. Мы ждём ваших сообщений в Вайбере, или вы можете позвонить, рассказать свою историю по телефону 342243. А пока своими планами поделятся гости в нашей студии. Сегодня я пригласила на «Добрый вечер» коллекционеров. Итак, у нас в гостях Виталий Николаев и Сергей Гулевич. Добрый вечер, ребята. Добрый вечер. Спасибо, что вы нашли время для наших зрителей. Я представляю, каким познавательным, интересным, увлекательным будет этот час прямого эфира, потому что действительно, на самом деле, при подготовке к этой программе, ну, нельзя было оторваться ни от одного экспоната, который сегодня здесь есть. Ну, обо всём по порядку. Давайте для начала, какие планы на выходные, Виталий? Ну, планы у нас такие. Слёт, сбор коллекционеров по воскресеньям с 9 до 12. То есть, подождите, ни о каком пляже, шашлыках, покорить нельзя? Нам самое главное поговорить о будущем, о том, кто что нашёл, какие проекты, какие эксклюзивы, кто что нашёл. Вот, как бы у нас вот это самое главное. Сергей, ну хорошо, а как любят отдыхать вообще коллекционеры? Раскройте тайну. Неужели всё время в исследованиях? Должны же быть какие-то формулы идеального выходного для вас есть? Виталий, я с вами полностью согласен. Вы знаете, выходные бывают очень редко. Спасибо жене, что понимает, ребёнок. И когда, знаете, здесь выражение «жена даёт зелёный свет», то есть я звоню Виталию, Виталий, я подъеду, многое есть, что обсудить. То есть я беру свою записную книжку, то, что там в свободное время, когда есть, наработал и бросал, собираемся в клубе. То есть, вы знаете, начинается с фантастики. То есть, вот нашли, например, нагрудный знак или книжку. А кому он приезжал? Такого-такого-то. А вдруг это заражение за Сталинград или за оборону Москвы? А представляешь, если он лично там два танка подбил? А может, он взял плен генерала? Вот мы сидим такой вот, знаете, с фантастики, фантастики, потом немножко реальность-реальность, в итоге остаётся общая картина. Делаются наброски, потом сидим, осуждаем, обрабатываем. Куда бежать, детская. И получается общая история. Потом эта общая история ложится на лист, набирается, составляется история. История уже документальная, историческая. И потом делается коробочка, аккуратненько оформляется и всё. Дорогие друзья, и так проходит, я так понимаю, каждые выходные коллекционеров. Вы знаете, мне это напоминает рыбалку. Да, вот есть что-то общее в этом процессе, правда? Ну что ж, дорогие друзья, вы понимаете, что сегодня не зря мы пригласили к нам в гости Виталия и Сергея. Дело в том, что каждое воскресенье, вот многие гомельчане знают об этом, каждое воскресенье в центре Гомеля на Ирининской, 16, собираются гомельские коллекционеры, участники клуба Юнона. Они организовывают выставку редких вещей, посетить которую может каждый. Вот хотелось бы, Виталий, чтобы вы рассказали, что же можно увидеть на выставке вашего клуба в ближайшее воскресенье? Ну, в ближайшее воскресенье к нам подходят ребята, малыши от 10 до 12. Это у них марки, тема марки. Неужели марки до сих пор собирают? Да, ну, как бы мы иногда сами начинали с марок. А вы не принесли коллекцию своих детских марок, нет? Ну, так, немножко, я взял так. Так покажите, покажите, вы начинали с марок, как и многие, я тоже когда-то пыталась собирать марки. Сергей, а вы? Вы знаете, у меня были не марки, я когда был маленький, учился в школе, я менял пончики, пирожки на монетки. Да, он серьезно, вы знаете, это, наверное, в ген выложено было. Я походил в школу, там, у монетки были, я обменял, потом вложил свою шкатулку и собирал. Ну, вот, значит, вот эти марки к 20-летию, выпущены 20-летию РКК. То есть подборка идет марки и медаль 20 лет РКК. Это все ваше детское увлечение еще было, да? Ну, да, это марки, да. А фотография уже подходит, как бы, к 38-му году. То есть то, что вы занимаетесь уже, чем занимаетесь сегодня. Да, то есть это актуально, то есть это уже, как бы, набор. Вот приходят к вам ребята, да, на выставку молодые, приходят, показывают свои коллекции, да, что-то, наверное, вы обмениваетесь, я не знаю, там, покупаете, продаете как-то, все-таки коллекционеры. А вот в вашем клубе сегодня молодежь есть вообще, вот среди, скажем так, коллекционеров именно? Есть, есть. И что, кроме марок, еще собираются на подростки? Ну, в основном сначала с марок, а потом переходят плавно боны, монеты, ну, денежные знаки, ну, и уже потихоньку переходят в фотографии. А вообще, Виталий, скажите, много ли сегодня в Гомеле коллекционеров, и кто вообще эти люди по профессии? Ой, профессии разные. От, как говорится, маляра до штукатура, от преподавателя до профессора. До профессора. Хорошо, много таких людей, вот хотя бы в вашем клубе Юнона? В нашем клубе официально 230 человек, плюс неофициально где-то приходит человек 100. И ежи... Это много. То есть в воскресенье, по воскресеньям собирается, это 80 человек, это 100%. Хорошо, а что собирают сегодня гомельчане? Вот что? Марки, так. Собирают все. Я когда приехал на барахолку, на сельмаше, и посмотрел, что люди покупают, я был в шоке. Это коллекционеры? Это коллекционеры, да. То есть коллекционеры-корейки. Они в клубе у нас не состоят, но они ходят, покупают. Даже вот смотрел, лежали там у одного человека, лежали гвоздики кованые. Ну я так раз прошел, второй раз прошел, смотрю, и гвоздики подцепили эти. То есть я так понимаю, нашелся человек, который надо ему эти гвоздики кованые, там, начала, там, 18-го века. Нет, ну я знаю, что у нас есть коллекционеры, которые собирают старинные самовары, старинные часы. Ну это уже коллекционеры, которые уже другой уровень. Это уже там совсем другие финансы. Далее я перевязываю, что перевязываю. Коллекционер, как у Гуголя, Плюшкин. Знаете, вот у меня знакомый тоже, он собирает кирпичи. Вот из старых кирпичей с клеемом, да. Вот он говорит, я вот не могу, мне нравится кирпич, я вот вижу, та раздавница, вижу кирпич, хочет, да, пакет, отковырить, положить себе. Понимаю, что нельзя, противозаконно, но душа уже болит. Вот тут собирают кирпичи, другому, я знакомый, собирают бутылки пивные. То есть, понимаете... То есть вы считаете, что коллекционер, это такая все-таки страсть какая-то, да, болезнь своего рода? Она, может сказать, мини-болезнь. Это заложено в гене человека. Понимаете, вот кто-то шопоголики, да, вот у них по вещам они вот не могут без вещей. То же самое коллекционер, понимаете, вот он идет, увидел вещь, вот он ночью не спит, ворочится, крутится, у него все так вот забит. Ну хочу, это, знаете, взрослый человек, это маленький ребенок, только повзрослевший, которому надо своя игрушка, с которой он будет, знаете, лезть ходить. Каждый коллекционер, понимаете, вот он берет вещь, это как для него ребенок, он его читает, ворочает, переворачивает, любуется, может и раз 50 протереть, положить, уходит, потому что это его родное, это его частичка души. Сергей, вот мне вот интересно, вот для вас лично в этом увлечении, что главное, сам процесс или результат, когда уже все получилось, нашли? Знаете, Наталья, я вам скажу проще, любая вещь, это хранитель истории. Даже, понимаете, на противе, вещь может быть и 100 лет, и 200, она за столько лет впитала столько себя, что, наверное, столько не расскажет все телевидение, насколько она вяжет вещь. И когда ты берешь вещь и немножко подумаешь о плате исторически, то узнаешь, сколько она в себе впитала, и это вложишь в бумагу, а показываешь всем остальным, это, честно, это нас стоит. Удовольствие такое, что ты мог ожить эту вещь. И вещь тебе благодарна, и ты благодарна вещь, что она поделилась между собой. Потому что когда вот на протяжении уже, наверное, лет 10, мы с Виталией не только, понимаете, делаем выставки, да, или собираемся в клубе, нет, коллекционеры в наше время, сейчас 21 век, например, у нас с Виталием, не только у нас, мы клубы, люди, мы тут понимаем, пытаются преподнести историю так, как она есть. Не через призму, не через современное кино, а так, как она была на самом деле. И это мы делаем не для себя, частично, а для нашего будущего поколения. Потому что если мы не будем это показывать, не будем рассказывать, наше поколение не будет знать, что это такое, откуда это пришло, понимаете? То же самое, любая награда, перебиваться, хотел сказать, это хранитель истории, это чей-то подвиг, это ратный подвиг, чей-то кровь, это мужество, отвага. Если мы не сможем это рассказать, показать, кто это сделал нашим детям? Никто. И вот интересно, ведь вы же по образованию не историки. Ну, частично. У меня педагогическая, я доканчивал нашу историю. То есть к истории вы имеете самое отдаленное отношение, но при этом вы уже много лет занимаетесь коллекционированием историй, исторических фактов, документов, мы сейчас поговорим об этом подробнее. Мне интересно, откуда это увлечение, как у вас от марок вы пришли именно к собиранию истории? Дело в том, что оно втягивает предмет, который вот, допустим, есть медаль, да, в ней есть номер с обратной стороны. И вот у человека внутри, вот кому дали ее, вот кому ему дали, за что дали. И вот тебе крутит, крутит, она лежит, от тебя крутит, крутит, крутит. И вот когда открыли подвиг народа, этот всплеск просто вылетел. То есть выскочила такая информация, можно найти все, что угодно. То есть по подвигу можно определить уже боевой путь от А до Я. Дорогие друзья, вот видите, очень многие в детстве, да, начинали какие-то свои собственные коллекции. И раньше действительно марки собирали, значки, монеты. Сегодня все как-то больше согласились. Каких-то бонстиков собирают наши дети, какие-то наклейки. Ну и вы знаете, вот у большинства людей в юношеские годы проходят это увлечение очень часто. А вот у многих, как у героев нашей сегодняшней программы, оно не просто остается, оно как снежный ком, это увлечение нарастает, нарастает. И в результате получается коллекция, которую уже действительно хочется всем показать. Сразу после рекламы мы расскажем более подробно, что же собирают, действительно, что коллекционируют гости сегодняшнего доброго вечера. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Сегодня пятница, мы строим планы на выходные дни, на ближайшую неделю. Кстати, 13 июня будет в Гомеле очень интересный концерт фортепианной музыки с артистом Гомельской областной филармонией Виталием Фоминым. И вот сегодня мы разыгрываем два билета на этот замечательный концерт. И, как обычно, условия те же. По телефону 34-22-43, надо позвонить в студию и ответить на вопрос нашего конкурса. Сколько всего клавиш у фортепиано? Дорогие друзья, еще раз, внимание, вопрос. Сколько клавиш у фортепиано? 34-22-43. И если ваш вариант ответа будет правильный, то вы пойдете 13 июня на концерт фортепианной музыки с Виталием Фоминым. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях коллекционеры Виталий Николаев и Сергей Гулевич, и самое время узнать об их увлечении. Ну, если вы не против, я расскажу вам об увлечении наших зрителей. Просто пришли несколько интересных сообщений в Вайбере, заинтересовала их тема коллекционирования. Вот Алина сообщает, что у нее тоже есть коллекция. Наша телезрительница собирает авторские дизайнерские сумки. 25 штук в коллекции. Вот, Алина, это вам... Вы знаете, что такое для женщины? Одна дизайнерская сумочка, а тут 25. Ух, Алина, наверное, меняет их каждый день, как перчатки. Да, думаю, многие женщины сейчас вот просто так вот позавидовали по-доброму. Моя бжела бы не пережила. Все еще впереди, поверьте, вы ей даете такой пример. Я чувствую, я не поневарюсь. Ну, одна из самых замечательных, одна из коллекций замечательных у Артема, он коллекционирует, дорогие друзья, дисконтные карточки. Как вам такая современная история в такой коллекции? Михаил сообщает, что у него на даче хранится огромная коллекция старых пластинок. И спрашивает, никому не надо? Ну, имейте в виду, да. Надо. Надо. Вот, нашим надо, гостям, Михаил. Оставляйте координаты. Дарья собирает открытки, собирает открытки по всему миру. И в коллекции уже более тысячи штук. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за эти сообщения, за такие откровения на самом деле. Ну а теперь расскажите, пожалуйста... Подождите, у нас есть ответ на вопрос конкурса, мне подсказывают. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я хочу ответить на ваш вопрос. Давайте мы напомним сейчас, Наталья, давайте напомним вопрос нашего конкурса еще раз для зрителей. Итак, сколько всего клавиш у фортепиано, как вы думаете? 88. Вы, наверное, музыкант, это правильный ответ, и очень быстро так отреагировали. Ну, поэтому очень радостно, что вы выиграли билеты на концерт фортепианной музыки, напоминаю, на 13 июня, это Гомельская областная филармония, артист Виталий Фомин будет выступать, так что ищите себе пару и прекрасно культурно проведете вечер. А, кстати, какие у вас, Наталья, планы на эти выходные дни? Наталья уже положила трубку, к сожалению, ну, наверное, радуется, да, все-таки победа в конкурсе, да. Ну, рассказывайте, что вы собираете, что вы коллекционируете, и насколько вообще уникальна ваша коллекция? Вот, Виталий, начните. Ну, вот я расскажу про вот эту фотографию. Значит, эту фотографию нашли где-то на чердаке. Ее принесли одному коллекционеру. Этот коллекционер продал другому коллекционеру. Я у этого коллекционера год, год его мучил, упрашивал, и я ее выкупил. Да, я ее выкупил. А не скажете, за сколько вы купили эту фотографию? Купил я ее за 40 рублей, о, за 80 рублей. По сегодняшним деньгам? Да, по сегодняшним 80 рублей. А в чем ее уникальности, что здесь изображено, расскажите. Понимаете, что Первая мировая, да? Да, это не Первая мировая. А что это? Это 1922 год фотографии. Так, значит, на фотографии сидит Буденый Семен Михайлович и рядом Ракитин Николай Васильевич. Значит, Ракитин был командир 14-й майкопской дивизии. Как опытного его специалиста его перебросили в Гомель, потому что Гомель был главный стратегический узел железнодорожный. И как опытного специалиста его перебросили именно на охрану железной дороги. Вот. И вот здесь они... То есть это снимок из Гомеля? Да, это снимок из Гомеля улицы Островского. И Буденый у нас? И многие доказывали, что Буденый не был в 1922 году в Гомеле. А ваши фотографии? А фотографии подтверждают, что он действительно был. Так вы еще дешево купили, мне кажется? Ну, просто не знали, что Ракитин, кто это такой Ракитин. А Ракитин – это командир 6-й ченгарской дивизии, которая стояла у нас в Гомеле. Он командовал с 1921 по 1923 год. Эта фотография, она послужила началом для дальнейших каких-то исследовательских работ? Исследовательских вот... Да. Про Ракитина у нас даже полностью... Все написано, автобиография. Автобиография полностью. Это все нашли вы сами, да? Да. Плюс даже нашли... Вот с обратной стороны, вот, последний вот этот, вот, покажем. Даже Ракитина мемуары. Вот, покажи, чтобы выделили. Правда... Плохо видно здесь? Плохо будет видно, да. Но вот он писал весь боевой путь, где, с кем он... Период гражданской войны. Как на бронепоезд бежали с шашками. Там вообще просто уникально. Я перейду тебе, Николай. Тут, понимаете, сама особенность то, что... В 1937 году Ракитина, когда была масса репрессий, чистка, его арестовали, репрессировали. И с сентября 1937 года его расстреляли. К врага народа. То есть человек, который хранил эту фотографию, автоматически стал врагом народа. То есть человек... Настолько была дорогая эта фотография. Может, его изображены из родственников, может, из близких. Что с 1937 года, 56-й год, в 56-м году была оттепель после смерти Сталина. И коллега Верховного Совета была отменена. Ракитина в 56-м году была репрессивна. И в основном звание посмертно. То есть человек на протяжении 19 лет ее хранил. Она лежала где-то на старом чердаке, спрятанная... Она спрятана, скорее всего, потому что как память. Она вся была, видите, она вся была помята, порвана. Ее пришлось заламинировать, потому что она высыпалась. Скажите, а вот вы принесли вот эти вещи, кому они принадлежали? Часы, цепочка, компас. Я смотрю, очень удивительные очки. Расскажите вот эту историю. Ну, значит, расскажу. Сразу мне человек приехал и говорит, вот хочешь купи значок. У тебя есть значок «Хасан», а мне, твоему значку, есть вот такое удостоверение. Ну, я посмотрел, в принципе, да. Информации не было. После того, когда открыли сайт «Подвиг народа», мы с Сережкой посидели, посмотрели. О, Лепченко, Петр Тарасович, так это ж легендарная личность. Герой хасанских боев. Ну, мы как бы и составили... Вы напомните нашим зрителям про хасанские бои, потому что нас смотрят сейчас школьники, которые, может, еще не изучали эти события. Ну, хасанский озеро Хасан. Ну, это был конфликт возле озера Хасан с японцами. Можно я допомню, если не прочитали? Получается, с 29 июля по 11 августа 1938 года на территории Монголии, так получается, где сотрудились наши войска. Тогда была спора между территорией. Квантутская армия, получается, и наша, было с прикосновением. За сферу влияния территории, а также геополитическое. Японцы предприняли диверсию на территории озера Хасан. Группа наших солдат, сной свое мужество, отваге, отстояла территорию. И не только отстояла, но и преодолела многократную проживающую силу противника. И благодаря этому мужеству в 1937 году был учрежден на грудный знак. Участник хасанских боев. И одним из кавалеров является Леченков Тарасович. И когда это начали писать, составлять это все, понимаете, у нас появилась эта книга в Италии. Случайно начали искать и нашли этого кавалера. И он пишет, что он был не только великий командир, но и музыкант. После боев там писался, он брал гармонь, очень красиво пел для своих бойцов. То есть расписано его по его пути, что он жил, его быт. И, к сожалению, для сравнения, его до того времени даже не наградили ничем, но и награды не дали. То есть Ильдарная личность, герой сражений, породливший кровь, остоявший, так не был представлен к награде. Награды нашла только его в 1945 году, когда он уже в период русско-японской войны, Мадодиан, сражение Мадодиану, дали орден боевого Красного Знамя. Хотя представили его к ордену Ленина. Вот видите его наградной лист, представили его к ордену Ленина, как опытного боевого командира, а дали только орден боевого Красного Знамени. Такая судьба. А вы долго собирали эту коллекцию вообще? И где? Вот вы нашли первое это удостоверение, значок, к нему удостоверение. А вот это вот эти все предметы, часы, очки? Это просто уже когда человек знает, допустим, что я этим увлекаюсь. Он сам вас найдет? То он сам уже приходит и говорит, вот Виталик, есть такая книга. Вот, я эту книгу выкупил. И что самое главное в этой книге описывается то, что Левченко первый пришел на помощь нашим пограничникам. То есть вообще в никакой... Составить своего расчета, да. Он первый оказал помощь. Вы вообще собираете, в принципе, все фотографии, документы подряд? Или все-таки есть какая-то определенная система? Да, система такова, значит, на любой фотографии должна быть хотя бы фамилия, имя, отчество. Вот, по этой... по фамилии можно будет уже что-то искать, что-то найти. Либо если фотографию кто-то приносит, значит, родственник должен хотя бы сказать фамилию, чтобы можно было зайти и поискать... Потому что, ну, то есть фотография, она дает толчок... Для начала исследования. Для начала исследования. А если нету ни фамилии, ни фотографии, как говорится, ни фамилии, ни имя... Вот мне знаете дальше, что интересно, Сергей? Да. Вот вопрос, наверное, для вас двоих. Вы разыскиваете чужие судьбы, вы составляете чужую историю чужих людей, а свою собственную, своих семей, своих родственников когда-нибудь пытались вот так вот собрать в целую коллекцию или нет? Ну, я собрал, да, у меня есть древо, вот, ну, частично, потому что тяжело, архивов очень мало осталось, но у меня есть вот фотография... И кто это? Значит, это Корнеев Трифон Корнеевич со своим братом. Значит, вот на этой фотографии они на фотостудии встретились в 916 году последний раз. То есть вот он увидел его, сфотографировались и все. Брат погиб. Это единственный снимок? Прадед мой остался живой. И что интересно, что он погиб уже в 41-м году в городе Николаеве. Одно фамилия. Город Николаев и он Николаев. Да, как-то вот, ну, так сложилось. И он здесь, ну, тут написано, что храни меня, если я погибну, то не забывай. Карточка, типа, не даст забыть. Сергей, есть в вашей коллекции какой-нибудь уникальный экспонат, снимок, документ, которым вы действительно, ну, гордитесь? Или, может быть, он значит для вас? Вы знаете, Наталья. Я вот как бы для себя, наверное, самые дорогие вещи, это, наверное, семейный архив. Потому что я повторюсь, я по профессии историк. И когда писал дипломный проект, у меня был Котик Петрович, то есть мы прорабатывали мою маленькую родину, получается, Чечерский район, деревня Родины Симковской, получается, я узнавал от своего древа. Откуда пошли мы корни, как образовались, как они переселились. И вот благодаря этому исследованию я смог узнать. И вот у меня лежит в семейном архиве две фотографии моих прадедов, участников Великой Отечественной войны, Гулевич Кузьма Васильевич, Гулевич Кузьма Иванович. Гулевич, оба воевали и пошли в боевый славный путь. Вот Гулевич Кузьма Васильевич, он попал смертью храбрых. Во время оккупации он был в связной прадедовской отряда, в первого гонерского прадедовского отряда Балыкова Петра. И в 42-м году его взяли за связь. Самое интересное, что взял и сдал его двоюродный брат, потому что мой прадед пошел защищать свою родину, он пошел по сторону коллабиционизма, на сторону веру. И понимаете, Вторая мировая война, это не только война, это война судьбой и семей, не гражданской, геополитической. Кто поддерживал родину, кто другие взгляды. И ценой своей жизни, благодаря этому, он умер. Его повесили в 43-м году, но он стал северен и себе, и семье, и родине. Долгие годы ничего не было известно о нем. Ничего не было известно. И только в последние годы, благодаря изучению, он появился в поминании в книге памяти Черского района. И моя прабабушка могла спокойно умереть, узнав то, что он отстоял, то, что дедушка, что себе, знаете, как раньше, нет захоронений, нет похоронки безымянной. Безымянной, значит, не получаешь пособия. И бабушка так не дождалась. Прабабушка это пособие, кстати, не так и умерла. Ну, я знаю, что вы готовите специальный проект к 75-летию, к дню независимости, 75-летию освобождения нашей страны. Расскажите, это, по-моему, бессмертный полк. Да, бессмертный полк. Да, если можно. Ну, как бы мы все фотографии не брали, но вот это мой дедушка, Золотухин Михаил Максимович, значит, получил медаль за отвагу, снял 200 противотанковых мин и 80 противопехотных. Под градом огня зимой и сделал проходы. Сколько таких вот людей, таких историй будет в вашем проекте? Ну, таких будет фотографий 20, но это еще не предел, как бы работаем. А где вы собираете? Это фотографии наших коллекционеров. То есть, своих дедов, прадедов, родственники. То есть, мы находим, если, допустим, это сапер, значит, мы подбираем именно тему саперскую. Если там летчик, значит, что-то тематика с летчиком. А гомельчане смогут увидеть этот бессмертный полк? Да, 3 июля мы будем выставлять. То есть, каждый может подойти, спросить, где делали, подскажем, расскажем и поможем. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, вот, как видите, кто-то коллекционирует историю, да, вот, свою или чужую. В любом случае, это всегда любопытно, интересно. Кто-то коллекционирует самовары, да, кто-то старые часы. Вот, видите, наши гости собирают редкие фотографии, редкие документы и восстанавливают по ним вот историю. Это очень, конечно, актуально. Действительно, вот в преддверии 75-летия, со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Но, вы знаете, вообще, возвращение в историю сегодня – это очень популярное влечение у белорусов. Вот, например, студия исторического бального танца «Кружево шагов» часто устраивает костюмированные балы. Вот и этим летом организаторы приглашают гомельчан на летний танцевальный вечер «Флирт цветов». Именно так, дорогие друзья, называлась популярная салонная игра XIX века, в которую когда-то играли представители высших сословий. Ощутить вот такую атмосферу настоящего светского салона можно будет 15 июня в роскошном зале Театра кукол. Гостей вечера, кстати, ожидают салонные танцы, изысканные светские развлечения, ну и, конечно же, море летних цветов. А любителям современных жарких ритмов танцевальных я советую, дорогие друзья, отправиться на летние танцевальные вечера «Танцы без паркета». Этот проект будет проводиться с июня по август в парке «Фестивальный» и в Центральном парке на площадке, где «Лебяжий пруд». Организаторы социальных танцев обещают окунуть всех желающих в жаркие ритмы таких вот танцевальных стилей, как сальса, кизомба, бачата. В общем, подробнее, да, чтобы я нигде ни в коем случае не ошиблась, давайте подробнее узнаем об этих танцевальных летних вечерах у организатора этого мероприятия, этого проекта. У нас на связи Виктория Порошенко, руководитель проекта «Танцы без паркета». Виктория, добрый вечер. Добрый вечер. Виктория, мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Расскажите нам, пожалуйста, про проект «Танцы без паркета». Где и когда вообще в июне можно будет потанцевать под открытым небом? Все желающие могут подойти вместе с нами потанцевать такие направления, как сальса, бачата, кизомба, зук и ригетон. Опен-эры мы будем проводить 9 июня в этого трещения в специальном парке «Водо-Лебедино-Одеро» 7 до 10. И в следующую субботу, 15 июня, в парке фестивальном. Скажите, а вход свободный? Да, конечно, вход свободный. Вход свободный. А если вот я, например, не умею танцевать вот эту самую бачату, да, бачату, а вы умеете? Нет. Вот, мы не умеем танцевать бачат, но мы очень хотим попробовать. Стоит ли нам идти или сначала все-таки надо обучиться? Обязательно стоит. А для всех желающих потанцевать вместе с нами, преподаватели придут в мини-мастер-класс по направлению сальса и бачата, где научат вас нескольким базовым движением этих танцев. Прекрасная, мне кажется, еще возможность познакомиться, да? Ведь все-таки это социальные, это парные танцы. Скажите, а что вообще показывают? Виктория, что показывают подобные вечеринки? Много ли вообще у нас в Гомеле желающих потанцевать? Обычно много. Наши мероприятия проходят весело, энергично, зажигательно, и поэтому, кто еще не к нам бы не пришел, всех очень ждем в этой воскресенье в странном парке, на Лебедином озере, к 7 часам. Скучно не будет. Ну что ж, встретимся на танцплощадке, как говорится. Спасибо большое, Виктория, хороших выходных. Виктория Паращенко, руководитель проекта «Танцы без паркета». Только что рассказала нам, действительно, какие грандиозные летние танцевальные вечера ждут гомельчан в этом сезоне. Ну, кто-то любит танцевать, кто-то любит петь, причем в живой микрофон. И вот сразу после рекламы расскажем, где гомельчане могут испытать свои вокальные данные и весело провести время. Оставайтесь с нами. Прямой эфир на телеканале «Беларусь-4» продолжается. Сегодня пятница. И очень хочется узнать, дорогие друзья, какой летний отдых вы предпочитаете? 34 22 43. Звоните в студию, рассказывайте или оставляйте свои сообщения в Вайбере. Кстати, наши телезрители активно решили поучаствовать в этом опросе. Вячеслав сообщает, что их семья очень любит пляжный отдых, а под вечер можно и по экскурсиям. Анна любит гулять с детьми в нашем парке и пробовать разное мороженое. Ну, Анна, вы же смотрите аккуратно, дети мороженое – это вещь такая опасная иногда. Так, Юлия пишет, что для нее самый актуальный отдых – экскурсионный. Очень любит красивые места, архитектурные комплексы, города, музеи и новые знания. Вот, очень интересно. Ну, а Сергей предпочитает бадминтон, катание на велосипеде и пляжный волейбол. Очень актуально, действительно, пляжный волейбол. Это в эту жару, наверное, да, одно из таких летних развлечений. Ну, как видите, дорогие друзья, кто-то любит заниматься спортом, кто-то танцевать, кто-то петь, причем в живой микрофон. Сейчас узнаем все подробности. Дело в том, что Гомельское отделение общественной организации «Белая Русь» предлагает провести весело очень время в это воскресенье вместе с выпускниками проекта «Спой с оркестром». Подробности мы узнаем по телефону. У нас на связи организатор мероприятия Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации «Белая Русь». Наталья Людвиговна, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада слышать вас в нашей студии. Ну, расскажите нам, пожалуйста, где и когда в эти выходные мы можем спеть, вообще гомельчане могут спеть в живой микрофон. И что это такое вообще? Ну, конечно, спасибо вам, что вы меня так и назвали организаторами этого мероприятия. Не совсем, конечно, мы организаторы. Организаторы – это все-таки городские оркестры. Так как мы являемся, несколько человек являются выпускниками уже первого проекта с оркестром, но ведь есть еще и студенты этого проекта. И поэтому вот для нас, для студентов, конечно, в первую очередь организуется такое мероприятие, такой воскресный досуг, открытый микрофон, куда ребята, взрослые могут прийти и попробовать себя, свои силы, на живую публику в живом исполнении исполнить свои песни полюбившиеся, так сказать, которые они любят и хотят исполнять. Ну, а нас пригласили, как уже, не могу сказать, что профессионалов, Аксакалов, как выпускников этого проекта, и мы вот тоже будем в это воскресенье, в кафе «Адажо», которое находится по проспекту Ленина-3, вот в 18.30 начинает выступать взрослая группа, где мы будем исполнять свои любимые песни. То есть прийти может любой желающий, даже тот, кто не умеет петь, и попробовать свои силы в живом микрофоне, я правильно понимаю? Ну, конечно, конечно. Для этого и создаются такие открытые микрофоны, когда ты можешь попробовать себя, то, что ты считаешь, что у тебя это неплохо получается, то почему бы это не вынести на большую публику, ну, не на большую публику, но, по крайней мере, продемонстрировать свое творчество и попробовать провести действительно хорошо выходной день. Да, действительно, это будет действительно весело, мне кажется. Спасибо большое. Рассмотрим вот такой вариант отдыха. Пользуясь случаем, расскажите, пожалуйста, что вообще нового этим летом у организации «Белая Русь»? Ну, у нас очень много мероприятий. Я вот пока ждала звонка, слышала, что вы рассказываете там про выходные дни. И вот один из выходных дней, это будет 23 июня. Мы уже это традиционно проводим с 2013 года каждый год. Мы собираемся большим таким, у нас будет проведен автомотопробег по местам боевой славы. Мы каждый год выезжаем и постоянно меняем место дислокации. И в этом году мы едем на мемориал в Светлогорский район, мемориал, который называется «Посвящен битве Багратион» и операции «Багратион». И вот мы выезжаем туда большой колонной. Это и байкеры с нами поедут, вот ребята, ну, клуб их «Железные братья». И люди просто на машинах, которые... Маршрут у нас будет через город Жлобин и потом на Светлогорск. Там будет организована концертная программа, митинг, реконструкция боя. Будет очень интересная программа. И кто желает, может к нам подключиться. Место сбора будет в 9.00.23 июня на Аллее Героев. Где-то в 9.20 мы стартуем. Спасибо. Спасибо. Очень, кстати, ценная актуальная информация. Спасибо вам большое. Мы желаем вам хороших выходных. Наталья Мамрукова, заместитель председателя Гомельской областной организации Республиканского объединения «Белая Русь», только что рассказала нам о планах и об интересных анонсах. Ну, я хочу напомнить, что 13 июня в Гомеле состоится концерт фортепианной музыки с Виталием Фоминым, артистом Гомельской областной филармонии. У нас есть еще два пригласительных билета. Итак, 34.22.43. Мы ждем ваши варианты ответа на вопрос конкурса. Итак, вопрос. Какой музыкальный инструмент является предшественником фортепиано? Я уверена, что вы знаете ответ, дорогие друзья. Какой музыкальный инструмент является предшественником фортепиано? 34.22.43. Ждем ваши варианты ответов. Ну, а я бы хотела рассказать еще про интересное событие, которое ждут гомельчан в ближайшие дни. Гомельский дворцово-парковый ансамбль приглашает всех желающих попробовать свои силы в гончарном ремесле. Каждый понедельник, четверг, пятницу с 12 до 15.00, но только при хорошей погоде, в центральной части парка будут проходить мастер-классы по гончарному ремеслу. А вот на следующей неделе, 13 июня, в центральной части дворца состоится открытие ретро-выставки «Спорт – это жизнь». Очень актуально в дни европейских игр. Дело в том, что пока в Минске будет создаваться все-таки история современного спорта, я про вторые европейские игры, то в Гомеле на ретро-выставке «Спорт – это жизнь», как раз-таки приуроченной главному спортивному событию года, посетители смогут все-таки окунуться в недавнее прошлое спортивной жизни в СССР, кстати, где спорту уделяли огромное внимание. В эти выходные также можно зайти и в филиал Ветковского музея, который находится в Гомеле. Здесь открылась выставка «90 весен мастера Василькова». Этот проект посвящается 90-летию известного белорусского мастера резьбы по дереву Бориса Василькова. Недавно он отметил юбилей, но каждый день продолжает заниматься вот таком вот замечательным возрастным любимым делом – вырезать из дерева скульптуры. Кстати, на этой выставке можно будет увидеть сотни авторских работ из фонда Ветковского музея, музея истории и личной коллекции Бориса Михайловича. Я напомню, что мы сегодня строим план на выходные дни вместе с коллекционерами. У нас в гостях Виталий Николаев, Сергей Гулевич. Ребята, кстати, насколько активно сегодня гомельские коллекционеры сотрудничают с нашими музеями? Ведь у вас огромный багаж материала. Мы делали, значит, чисто случайно попались документы, да, вроде бы? Чисто случайно попались документы с фотографиями. Когда мы сделали, заказали наградной лист, начали плотно заниматься, и, оказывается, у нас был человек, он проживал, по-моему, в Репках, и он именно получил орден Красной Звезды за освобождение Гомеля. С этими предметами музей ездил, по-моему, даже в Англию. Это уникальный, можно сказать, проект в плане того, что именно за освобождение Гомеля. То есть любой бы город хотел бы поиметь человека, который освобождал этот город. А вот фотографию, которую мы сейчас видим. Вот он стоит, Наталья Стравилл, самым первым. Самым первым. Командир стоит, он идет, получается, командир, поможет командир развода. Уникальность в этой коронавице является, что БМ-13 является на то время секретное оружие верма, то есть немцы, пытались его владеть проектом, и по приказу, если расчет побывал окружение, оружие должно было уничтожаться. То есть любая фотофиксатор, радиофиксатор бы запрещалась. Это уже фотография сделана победной с мая 1945 года, общее построение расчета полного парадия в строю. И еще хочу добавить, Николай, что данный человек, вот эта гвардия, Тарстан Костко, вот он стоит в первом ряду. Козик, Козик. Нет, Костко. Костко. Да, он прошел путь именно, и уникальность в этой стране, что он награжден двумя медалями за отвагу, и в городе красные мезды, две из них за освобождение Гомельской области, а в третьей медали за освобождение Бреста. И, понимаете, судьба у него была уникальна еще в том, что человек прошел всю войну, всю войну, было окружение, получил ранение, опять стал строй. В 1941 году провал окружение, часть была полностью уничтожена. Он чудо остался живой, побыл в госпиталь, опять стал строй. И вот на протяжении всей войны судьба его лелела, оставила их живых. И так получилось, что эти вещи дошли до нас, а мы смогли с Виталией их ожить. И благодаря тому, что мы ожили, это знает историю все теперь. И сегодня это находится в музее вашей истории? Совершенно верно. А в каком? В музее боевой славы. У нас есть телефонный звонок, мне подскажется вопрос для вас, дорогие друзья. Давайте послушаем наших телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Так случилось, что я возле Мусаки нашла ордена. Там начинают 50 лет по Великой Отечественной войне, 65, 70 и 75. Четыре ордена. Наших антикваров интересуют эти ордена. Спасибо, очень интересное предложение. Вам интересно? Ну это не ордена, это медаль. Не важно, вам интересно? Вот телезрительница готова. Конечно, это взять. Да, конечно. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. Я думаю, что ребят с вами свяжутся. Спасибо вам большое. Вот так вот, благодаря нашему эфиру, мы сейчас пополним вашу коллекцию. А главное, хочется, чтобы эти коллекции потом увидели гомельчане обязательно. Правильно сказать. Не даже по полям, может быть, даже оживимых. То есть эти вещи, которые пока они сейчас безымянно, они мертвы, глухонимы. Даст Бог. Может, какие-то документы. Мы сможем ожить. Если вчера кто-то заберете, мы расскажем, что благодаря этой женщине, которая нашла их на мусорке, кто-то их выкинул. Ну, либо наследники, либо по воле судьбы, кто-то выквартирует. Мы этим займемся. Может быть, восстановим был путь. Может, это наш земляк, участник штурма Рейстага, либо штурма Кенигсберга, проливший Крот и вернулся. И в следующий раз соберемся, и вам расскажем. Ну, вообще, конечно, обязательно. У вас уникальное такое увлечение. Я даже не знаю, как назвать ни хобби, ни увлечение. Это просто какой-то образ жизни. Вас захватывает буквально все. И даже вот три слова, которые сказала наша телезрительница. Мусорка, ордена, интересно ли вам? Я смотрю, как у вас загорелись глаза. Ну, на самом деле, это очень интересно. Вообще, когда-то Гомельский клуб Юнона, он демонстрировал свои коллекции, я знаю, в Киеве, в Москве, в Кишиневе, в других городах союзных республик. А сегодня существуют какие-то вот такие вот подобные международные проекты? Международные проекты существуют. Но единственное, что проблема в таможне. То есть это очень... Это исторически... Да, то есть получается их вывозят с республики. Надо как-то оформлять. Нужно брать, имеет ли это ценность. Экторическую ценность. Можно ли вывозить все. Большая работа, но в принципе это возможно. Ну, в принципе, да. Сергей, наш телезритель, задает вопрос в Айбере. Когда планируется очередной слет коллекционеров? Потому что, даже я знаю, что он, по-моему, раз в год проходит или... Ну, по крайней мере, в том году. Да, 13 октября. То есть в этом году тоже будет, да? Это будет что-то грандиозное в Гомеле? Ну, я думаю, да. Готовимся, по крайней мере. Готовимся, то есть приедутся все коллекционеры с самыми разными... Есть такое выражение, чтобы не хватить лицом в ряде, мы готовимся. То есть еще целых полгода, а мы уже знаем, как провести, что показать. Понимаете, приезжают... Знаете, раньше была ярмарка Российской империи. На ярмарках собирались все своими детковинками. Кто-то привозил самоварь, кто-то пряники. У нас то же самое. У нас та же самая ярмарка, кто-то с первого века. То есть каждый приезжает. Кто-то приезжает с Украины, кто-то с России, кто-то с Минского Гомеля. Каждый хочет показать. И мы тоже самое готовимся, чтобы гости видели, что мы тоже не лаптишиты. И гости показали то, что есть у них. Вообще интересно, конечно же. Ну, я думаю, мы проанонсируем обязательно еще это мероприятие чуть ближе к октябрю. Но, дорогие друзья, конечно, хотелось бы обратить внимание, что на этой неделе Гомельщина встретила пламя мира. Сегодня жители Жлобина могли уже наблюдать это уникальное событие. А в выходные дни эстафету европейских игр примет Национальный парк Припятский город Туров. И, конечно же, конечной точкой маршрута этой эстафеты в нашем регионе станет Мозырь. Здесь пламя мира принесут в понедельник. Там на набережной райцентра пройдет концерт с парусной регатой. Ну, а после Гомельщины огонь вторых европейских игр отправится в Минскую область. Будете наблюдать за играми наших спортсменов? Обязательно. Так вот, для тех, кто не знает, напоминаю, что присоединиться к спортивному событию можно будет, дорогие друзья, в фан-зоне в Гомеле, которая с 21 июня начнет работу на площадке у Ледового дворца. Вот на большом экране зрители смогут увидеть прямые включения с мест событий. Также в перерывах будет праздничная атмосфера, будет такая культурно-развлекательная программа. Обязательно развернутся, как обещают организаторы, торговые точки, какие-то фотолокации, детские площадки и тематические зоны. Поэтому готовимся все, готовимся все к европейским играм. Ну, а пока у нас ближайшие выходные. И вот наши зрители сообщают, как они предпочитают летом отдыхать. Наталья пишет, только активный отдых. Наша телезрительница сообщает, что это спортзал, стадион, бассейн, велопрогулки. Дарья планирует летом обязательно устроить прогулки на лошадях. Руслан поедет в аквапарк. Людмила в такую жару говорит, есть два варианта. Либо пляж, либо прохладные залы музеев и театров. Хочу вам сказать. Интересная логика, Людмила, спасибо. Ну что ж, в любом случае у нас как раз-таки время театральной афиши. Может быть, действительно наших зрителей заинтересует. Итак, я расскажу, что покажут Гомельские театры в эти выходные дни. Для самых маленьких завтра в театре кукол спектакль «Я цыпленок, ты цыпленок». Эта постановка будет очень интересна детям от трех лет. В Гомельском областном драматическом театре в это воскресенье комедия, премьерный спектакль «Ужин по-французски». С 25 по 28 июня, кстати, на сцене Гомельского областного драматического театра в рамках обменных гастролей пройдут спектакли Брянского областного ордена Трудового красного знамени театра драмы имени Толстого. И в ближайших программах мы об этом расскажем подробнее. Ну а 21, 22, 23 июня на сцене Гомельского областного драматического театра премьера, дорогие друзья, я знаю, что сейчас труппа театра очень готовится к этой постановке. Это трагикомедия «Забыть Герострата» по пьесе Григория Горина. Кстати, режиссер-постановщик спектакля, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Вячеслав Крючков из Москвы. Создатели спектакля будут задаваться вечным вопросом, можно ли вообще забывать зло. В общем, в спектакле будут заняты известные гомельские артисты, это Людмила Корхова, это Юрий Фигин, это Александр Лавринович, Анастасия Задорина, Алексей Бычков и другие. А еще в это воскресенье, дорогие друзья, Международный день друзей. Вы знаете об этом? Очень хороший праздник. Этот праздник такой, знаете, замечательный повод, наверное, устроить посиделки с друзьями, тем более у костра можно, под гитару. Ну вот, например, Гомельский клуб авторской песни не остался в стороне от такого повода и решил собрать своих друзей на первый межрегиональный фестиваль музыкопоэтического искусства под названием «И друзей Созову». Все подробности, надеюсь, вот прямо сейчас расскажет нам руководитель Гомельского клуба авторской песни Вячеслав Корса. Скажите, пожалуйста, Вячеслав с нами уже? Да. Ой, Вячеслав, очень рада слышать тебя. Слава, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель, добрый вечер, редакция. Добрый вечер. Ну, расскажи, расскажи, как вообще любители авторской песни, наши барды, планируют отмечать такой замечательный праздник, как Международный день друзей? Ну, я бы так не сужал, да, только до бардов. Дело в том, что идея-то, конечно, изначально возникла у арт-директора санатория «Машиностроитель» Перимы Метельской провести фестиваль авторской песни. Мне показалось, что все-таки самое интересное происходит на стыке жанров, и поэтому было решено этот формат расширить и называть фестиваль не фестиваль авторской песни, а современного музыкально-политического искусства, чтобы зацепить людей, которые работают как бы на границе жанров. Здесь будет и акустический бард-рок, и интеллигентный шансон, и авторская песня, и поэзия. В общем, много всего, такой мультиформатный фестиваль. А кого вы приглашаете? Вот такого живого творчества. Слав, кого приглашаете из знаменитых артистов на этот фестиваль? Вообще география достаточно обширная, ну, тут очень интересные события происходят, всякие творческие, у наших соседей, в частности Брянская область, будет очень фонтанировать буквально своими участниками новозыпков и стародук, будут участвовать ребята, которые уже в Гобель приезжали, мы их знаем. Подключаются к нам наши соседи Речица. Будут у нас люди из Москвы, но, как говорит хэглайнер, если такое слово, хэглайнер, хэглайнер он будет замечательный, очень яркий, очень тонкий, очень невероятно энергетичный автор из Киева, это лауреат одного из гонорских фестивалей артистской песни, это такой вот автор-композитор, который пишет совершенно потрясающую симфоническую музыку, это Александр Ворох, вот, он будет у нас главным гостем, его сольный концерт в рамках этого фестиваля нашего тоже пройдет. Слава, скажи, пожалуйста, как, напомню еще раз, когда это будет, и как, в принципе, и кто может стать участником или зрителем фестиваля? Могут приехать все гомельчане, все желающие, потому что вход будет совершенно свободным, это будет происходить на открытой площадке, на территории санатория машиностроитель, добираться очень удобно, это вот маршрутка или автобус 55-й, в чонках, который доконечно идет, прямо до конечного движения, люди смогут побыть. Значит, программа начинается в 14 часов, в 14 часов мы начнем блочные концерты наших гостей, это вот все, о которых я сказал, плюс гомельские авторы, исполнители, музыканты, вот, в частности, вот, совершенно уникальный случай для Гомеля, наш знаменитый гомельский блюзман Александр Цыганок будет участвовать в качестве русскоязычного автора, вот, мало кто знает, сейчас, вот как эта звезда гомельского блюза, что он, оказывается, поет замечательные песни на стихи русских поэтов. И начнется все в 14 часов, а в 18.00 начнется сольный концерт нашего киевского гостя, потом будет небольшой перерыв, и в 19.00 мы начнем гала-концерт, который будет проходить до 21, ну, может, даже еще немножечко позже. Слава, спасибо. Будут всякие у нас умельцы, хендмейд, которые наши все меркленники, вот, очень всего много интересного будет. Спасибо, не раскрывай все карты, ты уже заинтриговал нас, в любом случае, дорогие друзья, в это воскресенье Международный день друзей, и вот таким вот чудесным фестивалем, о котором сейчас рассказал Вячеслав Корса, действительно можно отметить такой замечательный праздник. Слава, спасибо большое, хороших выходных. Ну, вы знаете, я бы советовала все-таки захватить на этот фестиваль панамки, вообще синоптики прогнозируют жару, аж за 30 градусов на выходные, и, наверное, многие отправятся на водоемы, а кто-то, вы знаете, отправится на прогулку по реке Сош на каяках. Вот для тех, кто не в курсе, что такое каякинг, расскажу. Это такой вид активного отдыха на воде, который появился относительно недавно, и в Гомеле сегодня даже есть такой свой гомельский клуб прогулочного каякинга, который, кстати, устраивает в эту субботу покатушки и приглашает всех желающих. Главное условие отметится в их группе ВКонтакте. Напоминаю, гомельский клуб прогулочного каякинга. Отплывает группа завтра от набережной из города Ветки в 10 утра, ну, при большом желании еще можно успеть. Итак, еще несколько сообщений от наших зрителей. Тамара считает, что главное отдыхать всей семьей, и неважно где, хоть на дачке, хоть в парке. Владимир считает, Владимир написал, что он обязательно сходит на выставку коллекционеров, дорогие друзья, вместе со своими детьми, так что ждите его. Да, должно быть очень познавательно. Едем на турбазу за город, сообщает Татьяна. Пикник, рыбалка, семейный поход у Ирины. А, а у Анны, и не только у нее, завтра выпускной. И действительно, дорогие друзья, мы присоединяемся к поздравлениям Анны, поздравляем всех выпускников с таким важным событием в их жизни. Ребят, ну вот смотрите, столько мероприятий, столько всего. Может быть, вы выбрали что-то для себя, и какие-то планы на выходные у вас все-таки изменились к концу нашей программы. Заинтересовало что-нибудь? Почему бы нет на каяках? На каяках? Интересно. Поедем все вместе. А вот смотрите, отработайте выставку, и вполне вот нам нужно на фестиваль друзей, гитара, костер, вечером. Ну круто было бы, конечно. Ну так что подумайте, дорогие друзья, и вы тоже. Ну что же, я напоминаю, что сегодня своими планами на выходные дни в прямом эфире делились коллекционеры. Сегодня у нас в гостях были Виталий Николаев и Сергей Гулевич. Вот кого заинтересовала выставка редких вещей, добро пожаловать в воскресенье с 9 до 12 на Ириненскую 16. Ну а наш телеканал, хочу напомнить, продолжает по пятницам показ документального цикла «Кинометры войны». Напоминаю, что в предмерии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Беларусь-4» предлагает окунуться в историю создания, вы знаете, самых популярных военных кинолент производства нашей белорусской киностудии, нашей киностудии «Беларусьфильм». Сегодня, сразу после доброго вечера, дорогие друзья, вы сможете посмотреть сначала «Кинометры войны», а затем сам художественный фильм «Знак беды». Напоминаю, «Кинометры войны» расскажет о том, как создавался этот уникальный, я считаю, шедевральный фильм «Знак беды». Ну что ж, приятного просмотра и, конечно же, всем хороших выходных. Ребята, спасибо вам за этот добрый вечер. Напоминаю, это был еще один добрый вечер. Гомельс, Наталья Волонец. До новых встреч в прямом эфире.